Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас проверим. Одну я положила в карман куртки, другую в обувь, а третью спрятала под платьем. Таким приемом часто пользуются девушки. Металлоискатели стоят на входе. Видеонаблюдение работает на протяжении всего тестирования. Погуглить ответ даже на спрятанном телефоне не получится. В школе установлены заглушки сотовой связи и камеры. Картинка поступает в контакт-центр Ростелекома. Здесь все как на ладони. Видно, кто пытается списать, а кто ломает голову над задачкой. Возможность списывания практически сведена к нулю. На 100%. Журналист народ недоверчивый, поэтому съемочная группа «Телефакта» утверждение директора школы попробовала поставить под сомнение. Пронести в школу бумажные шпаргалки нам все-таки удалось. Списать под зорким оком камер и наблюдателей в классе не получится. Но ведь выпускник имеет право выйти в туалет. А уменьшенная копия политической карты мира будет очень кстати. Первый ЕГЭ в этом году южноуральские школьники, как и по всей стране, пишут по географии и литературе. Чтобы сдать на пять, нужно сдать столицы государств и разбираться в рельефе местности. Смогут ли выпускники сдать географию без шпаргалок? Вопросы взяты с пробных ЕГЭ по географии. Для тех, кто идет на экзамен неподготовленным, услужливый интернет предлагает готовые ответы со вчерашнего вечера. По поводу достоверности кимов. В прошлом году два моих знакомых уже скидывались на ЕГЭ по обществознанию и выкупали кимы через этого человечка из министерства. Оплата за один экзамен 800 рублей. Внимание, после оплаты пишем мне в личку. ЕГЭ по географии пригодится будущим океанологам, картографам и экологам. Но Челябинску нужны инженеры, считает Евгений Тевтелев. Сегодня нужны нам и технические работники, имея в виду технарии, нужны инженеры, нужны главные инженеры, нужны менеджеры. Экзамен закончился и самое нервное уже позади, но впереди две недели ожидания. Результаты ЕГЭ по географии станут известны 8 июня. Анна Андронова, Алена Павлова, Евгений Никматулин, Роман Хатимов. Телефакт. А ЕГЭ могут отменить. Госдума рассмотрит законопроект об упразднении итоговой аттестации. Смелое предложение федеральным парламентариям сделало ЗАГСобрание Карелии. Депутаты республики предлагают поэтапно вернуться к традиционным выпускным экзаменам по русскому и математике. Авторы инициативы считают, что единое тестирование примитивно. И именно оно ведет к значительному падению уровня знаний школьников. Возвращение к традиционным экзаменам предлагают водить поэтапно. Сначала на добровольной основе, а спустя два года сделать его обязательным. Тему продолжим в студии. У нас в гостях начальник управления общего образования Министерства образования Челябинской области Елена Тюрина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. С каждым годом условия ЕГЭ все жестче. Какие еще новые правила в этом году? Ну, особо новых правил нет, за исключением нескольких технологических новшеств. В этом году в семи пунктах проведения установлены так называемые глушинки или средства подавления мобильной связи. Раньше не было такого? Раньше такого не было, потому что не установлены были требования к частоте этих сигналов. А сегодня это возможно, и мы начинаем этим пунктом оснащать. Чтобы вообще не было у ребят соблазнов воспользоваться телефоном. И в 30% пунктов мы печатаем и сканируем прямо в аудитории. Это лишает возможности влияния человеческого фактора на востребованность, так скажем, или использование кимов до или после. Но не ведет ли такой прессинг, такое наблюдение к нервным срывам? Предусмотрена ли на экзаменах помощь психолога? Я сегодня была в нескольких пунктах проведения. Это мы с вами говорим о нервных срывах. Дети абсолютно спокойны, они к этому привыкли. Они заинтересованы, я так думаю, в большинстве своем, к тому, чтобы их знания, их результаты были объективными и одинаковыми требованиями. То есть приучили, для них это нормально? Да, конечно, мы все привыкли к этим требованиям жизни. А могут ли родители рассчитывать на такой же контроль за учителями во время государственного тестирования? Гарантия проверок вот этих вот есть какая-то? Все предметные комиссии работают под видеонаблюдением. Потом уже не первый год, сами работы, ученик каждый может посмотреть скан-копию своей работы после того, как он получил результат. Ну и апелляция как завершающая часть, если с чем-то не согласна. К слову скажу, что каждый год количество апелляций уменьшается. Вот поэтому профессионализм и предметных комиссий, и ребят, которые пользуются своими работами, он возрастает. А в этом году первый экзамен как прошел? Сегодня закончился у нас экзамен по литературе и по географии. Эти экзамены очень малочисленные, чуть больше тысячи выпускников у нас давали. Ни одного нарушения нет. То есть мы себе ставим пятерку с точки зрения информационной работы и подготовки с выпускниками. Молодцы ребята, идут смело, объективно. Надеемся на такую же сдачу оставших, на такое же продолжение. Что ж, поздравляю нас, спасибо вам большое за беседу. А я напоминаю, мы беседовали с Еленой Тюриной. Пробки на въезде в Челябинск на Троицком тракте. Затор в обе стороны из-за ремонта магистрали. Бригады дорожников с утра до ночи меняют асфальт. Под палящим солнцем за работой подрядчика наблюдал и наш корреспондент Артур Ишпулатов. Ему слово. Мы работаем на Троицком тракте. Сегодня здесь затруднено движение. С самого утра пробка растянулась на целую улицу. Причина затора – ремонт дороги. Уже второй день рабочие проводят здесь средний ремонт полотна. Они снимают верхний слой асфальта и кладут новый. Ранее на этом участке было полно ям и выбоин, угодив которые, автомобиль мог повредить колеса или вовсе остаться без них. Здесь работают две бригады, три катка, десять самосвалов и три грейдера. Таким составом рабочие намерены отремонтировать дорогу уже к концу этой недели. Данное отремонтированное участок составляет порядка 70-50 тысяч квадратных метров в троицкий тракт. Каждый день укладываем по 3-4 тысяч квадратных метров. Сразу после того, как асфальт уложили, рабочие замеряют его температуру. По ГОСТу она должна быть 120 градусов. Именно при таком показателе его лучше всего уплотнять. А уже через 6 часов после того, как он остынет и уплотнится полностью, автомобилисты смогут ездить по отремонтированному участку дороги. Напомню, что ранее бригада дорожников завершила работы на Дарвина, а сегодня они закончатся на Блюхера. Также в планах отремонтировать дороги на первой пятилетке, механической и труда. Также отмечу, что Дмитрий Медведев выделил из федерального бюджета 400 миллионов рублей на ремонт дорог в Челябинской области. Из них 200 миллионов потратит на обновление Челябинских шоссе. Всего на ремонт дорожного полотна потратит 10 миллиардов рублей. Артур Ишпулатов, Степан Абаимов, Телефакт. Во время капитального ремонта коммунальщики затопили магазины и сожгли квартиру. Жители пятиэтажки на Российской 59 жалуются, что после работы в их квартирах стало хуже, чем было. Меняя теплосети, рабочие наделали дыр в стене, воду из старых труб сливали прямо в подвал. К чему это привело, смотрите далее. Затопило здесь подвалы, затопило второй этап, затопило очень много около стальной именований продукции. Сотрудники магазина сетуют. Из-за ошибки коммунальщиков горячая вода размыла стены подвалы, начала сыпаться штукатурка. Они сливали все сюда. Я шланг протяну и в тот подвал. Прямо специально сливали воду в подвал? Когда им надо. Последствия капитального ремонта жители показали депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Одним потопом ремонт не обошелся. После сварки труб на крыше вспыхнула квартира на пятом этаже. Ее хозяйке, одинокой женщине с двумя детьми, пришлось срочно искать пристанище. Вот очаг. Вот она, эта злочастная труба. Сварку или что они там на крыше что-то делали. Видимо, трубы они срезали. Попала, видимо, искра. В произошедшем жители винят сварщиков, что те запитали оборудование от подъездных счетчиков. Старые приборы, не выдержав напряжения, загорелись. Подрядчики, в принципе, не должны запитываться от общедомовых счетков. Для этого есть специальные генераторы, используются. И, в принципе, у нас система электроснабжения предназначена для бытового потребления электроэнергии, а не для промышленного. На место ЧП приехали и представители регионального оператора. О проблеме знают. Но до заключения экспертов, по чьей вине произошли неполадки, ничем помочь не могут. Безусловно, если бы у меня была такая, ну уж извините, ЧПшная ситуация, то я бы, наверное, рвал и металл, что называется. Поэтому я, безусловно, по-человечески понимаю собственника. Но самое главное, должен заметить, мы работаем исключительно в рамках правового поля. По вот таким вот объектам движение не начинается, пока не приедет представитель средств массовой информации, не приедет там депутат. И, конечно, мы сейчас все эти ситуации возьмем на контроль, и позиция такая, что все должно быть доведено до конца. В случае, если подрядчик не признает свою вину, повторного ремонта собственникам придется добиваться через суд. Отмечу, большая часть жителей дома исправно оплачивали счета по капремонту. Маргарита Хижняк, Александр Бекетов, Телефакт. В парке Гагарина орудуют лесные супермены. Люди в форме цвета хаки, убирают мусор, срубают и вывозят сухостой. А иногда даже кормят белочек. Жители гадают, кто эти мужчины. Анастасия Плотникова вместе с челябинцами искала ответ. Лесной блокбастер на тропе пенсионеров. Группа активных бабушек здоровья готовится объявить войну неряхом. Женщины возмущены, куда ни глянь, гора бутылок и пакетов. Впрочем, список претензий все время расширяется. Мусорницы все время переполнены. Лавочки и поломаны, и присесть негде. Хотелось бы, чтобы собак тоже убирали. Спасать бабушек от собак, вандалов и главным образом от мусора теперь будет доблестная бригада в форме цвета хаки. Здесь они что-то вроде лесных суперменов, вооружены до зубов перчатками, мешками и бензопилами. Бригада городского лесопарка состоит из пяти человек. Трех рабочих лесоводов, тракториста и водителя грузовой газели. Сегодня на повестке дня этих поборников. Чистоты, опустошение урн и уборка стихийных свалок. На тропе войны с мусором сталкиваются с неожиданными препятствиями. Вот восьмая, если не девятая урна, так сложно бросить в нее. Нет, бросают мимо. И нам приходится это все собирать. Бригада работает по ненормированному графику. И все равно бой с отходами получается неравным. Лесоводы жалуются на проходных участках, таких как тропа пенсионеров. Убирать мусор просто не успевают. Рядом с пустыми урнами тут же появляются стихийные свалки. Сухие и больные деревья – еще одно направление работы бригады. Лесоводы будут обеспечивать и пожарную безопасность в парке. Назначать санитарные рубки, убирать сухостойный, древостой. Увозить его непосредственно на это место надо будет высадить молодник, саженцы молодой сосны или другой лесхозяйственной породы. Бригаду создали месяц назад. На обеспечение работы и покупку оборудования потратили 3 миллиона рублей. И завсегдата и парка пенсионерки из группы «Здоровье» уже почувствовали положительный эффект от их работы. Замечаем, замечаем. Молодцы, убирают. Анастасия Плотникова, Евгений Нигматуллин, Телефакт. Огороды, машины и ветхие постройки не выдержали Майский град в Златоусте. Дождь из ледяных камней обрушился на город. Размер градин достигал величины с грецкий орех. Как рассказывают очевидцы, тучи набежали внезапно и хлынул ливень. Разгул стихии жители сняли на мобильные телефоны. Машинам хана. Южный Урал. Ледяные камни стучали по крышам и автомобилям. На некоторых авто следы градин остались. В эти выходные синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Обещают грозы, ливни и шквалистый ветер. А сейчас о погоде подробнее. Спонсор прогноза Риэлт Стройком. Ну наконец-то у нас своя квартира. За окном красота. Лес, озеро. От города и шума отдохнем. Я тещу за окном. Денис. Опа! Вишневая горка. Квартиры от 30 тысяч рублей за метр. Звоните 731-49. Если в планах на эти выходные у вас значится получить ровный загар, то на пляж лучше отправиться в субботу. Столботермонтре тогда поднимется до 24 градусов выше нуля. Вечером пройдет дождь. Воскресенье похолодает. В городе будет пасмурно. Синоптики обещают грозы. Кемература воздуха 15-17 градусов выше нуля. Ленинградский мост проверят на прочность. Воскресенье с 9 утра до 5 часов вечера. Путепровод подвергнут испытаниям. Задача посмотреть, справляется ли с нагрузкой. Из-за этого движение перекроют. Сейчас минута рекламы. Не переключайтесь, сразу после расскажем. Не заплатите, отключат свет. А после газ. Приставы нагрянули копейским должникам. Крепче за баранку держись, шофер. Водители автобусов показали мастерство маневрирования. Трамвай с бариста или троллейбус с джазом. Челябинцы порассуждали, чего не хватает городскому транспорту. Продавцы-нелегалы продержали 5 часов без воды в мешке енотовидную собаку. Замученное дикое животное они пытались продать. Контрольную закупку устроили сотрудники минокологии и челябинский айболит Карен Галакян. Ничего же нету, да, ни справок, ничего, прививок, ничего абсолютно, ничего нет. Документы продавцы не предоставили. Хотя инотовидные собаки относятся к охотничьим. И на них должны быть соответствующие бумаги. Привезли в ужасном состоянии. Представляете, мешок, обычно вот валяется мешок. С 7 утра это животное. В такую жару в багажнике обычной лады. Вот, сейчас целую миску попила водички. Просто животное, даже дикое животное, которое из леса, да, он ведет, он никакой просто вот тепловой удар у животного. Будем, конечно, сейчас искать этого вот Антона, некого, который это продает, потому что выяснилось, что у него, оказывается, еще очень много животных разных. Будем на него ходить, будем его искать, ну и, конечно, наказывать. На место вызвали полицейских. Нарушителей ждет штраф до 4 тысяч рублей. А вот разбираться с разводчиком будут сотрудники АБЭПа. Если они докажут факт незаконной предпринимательской деятельности, то тогда мужчина может грозить ее уголовная ответственность. Копейские приставы пошли по домам неплательщиков. Только за апрель месяц горожане задолжали за электричество почти 400 тысяч рублей. Получается, я же не знаю, как перекрыть, но получается. Ну вот смотрите, я вот, по идее, обязан сейчас у вас в квартире описать все имущество за долги. Так что я вам предлагаю завтра явиться, дать объяснение. В гости приставы приходят к тому, на кого предупреждения уже не действуют. За неуплату могут отключить электричество. Но зачастую люди срывают пломбы и продолжают потреблять электроэнергию. Общая сумма долгов южноуральцев перед Челябинергосбытом сегодня приближается к отметке в полтора миллиарда рублей. Профилактические беседы на неплательщиков зачастую не влияют. А вот арест имущества, счетов и запрет на выезд за границу становятся неплохим мотиватором для должников. При парковаться в карман и проехать змейкой водители автобусов выяснили, кто лучше из них объезжает препятствия и плавнее входит в поворот. Валентина Яковлева прокатилась с ветерком. Конкурс водителей автобусов начался с большого торжественного парада. На площади проехались старые образцы автобусов и новейшие транспортные средства. Пока зрители увлечены парадом, участники волнуются и повторяют ПДД, шутят, просто успокаивают нервы. Ведь у каждого из них стаж больше 10 лет. На сдачу теории всего 10 минут, билеты щелкают как орехи и переходят к практике. Александр Тычинин первый раз сел за руль трактора в 7 лет. Поехали с дядей за дровами в лес. Обошлось без происшествий, ехали по полю, вспоминает водитель. А вот за рулем автобуса уже 38 лет. Конкурс с препятствиями будет проходить первым. Надо просто к людям относиться душевно, сердечно. Любить надо людей всех. Ну и любить свою профессию просто надо, чтобы люди тебя понимали, чтобы ты людей понимал. Делает любимую фигуру круг. Участники также должны безупречно выполнить змейку, автобусную остановку и бокс. Стойки упали всего три раза. Судьи в восторге признаются. Маневрировали участники великолепно. Волнуются везде, потому что каждая фигура по-своему сложна. И кто-то умеет выполнять одну фигуру лучше, кто-то другую. Но в итоге мы смотрим итог. Поэтому кто будет в итоге лучше, у кого время, у кого меньше штрафа на фигуру, тот и победит. Организаторы отмечают, с каждым годом в конкурсе участвует все больше представительниц прекрасного пола. Приезжают со всей области, причем заявки подают даже за год. В прошлый раз участница из Челябинска заняла призовое место. Валентина Яковлева, Александр Соколов, Телефакт. Хороший водитель – одна из главных составляющих безопасной и комфортной поездки. Остальное решает сервис. Как превратить одну поездку в общественном транспорте в незабываемое путешествие? И какие есть предложения у челябинцев на этот счет? Узнаем. Чтобы можно было водички попить, самое главное. С голоду не умрем. Просто чисто, быстро, ново и без пробок. Чтобы массажное кресло было. Ну, телевизор неплохо. Посмотреть новости по утрам особенно. Ну, хотелось бы, чтобы имелись в транспорте автоматы, какие-то услуги. Чтобы ехал с работы человек, ему-ка платить. Меньше трата времени. Может быть, зарядники для смартфона? Ну, вот, кстати, может быть, да. То есть на каждое кресло или как? Да, на каждое кресло. Московские власти уже изменили привычные рабочие дни общественного транспорта. К примеру, в автобусе, который курирует ночное время, теперь играет классическая музыка. Новые услуги прилагают и авиаперевозки во Франции. Там пассажиры могут приобрести билеты на самолет-казино. И прям в небе сыграть в блэк-джек или покер. Юных конструкторов наградили за победу в фестивале робототехники. Лауреатов ежегодного конкурса поздравил с победой председатель Совета муниципальных образований области Анатолий Литовченко. Я считаю, именно с первого класса, когда уже ведется информатика, лего-конструирование, уже навыки ребенка проявляются. И если заметно, что этот человек таких точных наук, в будущем, я думаю, он уже может стать конструктором. Я очень люблю программирование, очень люблю моделирование, лего-конструирование. И, может, даже пойду на программиста в институт. Награждение прошло в стенах 108-й школы. Место выбрано не случайно. Здесь на протяжении пяти лет развивается направление робототехники. Учащиеся с первого класса изучают специальные предметы. Среди них информатика и лего-конструирование. Детские паспорта раздали челябинцам в парке Гагарина. На них есть место для фотографий, персональных данных и даже графа «Чего боится ребенок». Документы раздали в рамках Международного дня по поиску детей. В случае, если ребенок пропадет, родителям необходимо предъявить бумагу поисковой службе. В этот день всех детей, которых в мире не нашли, их вспоминают, зажигают свечи, запускают шары. Это уже стала традицией, уже не первый год это проводится. И вот в очередной раз мы решили провести. Челябинцам также раздали листовки. А маленьким горожанам рассказали о том, как не потеряться и что делать, если это вдруг произошло. А сейчас о погоде в области. По данным гидрометцентра, выходные будут дождливыми. В воскресенье в регионе похолодает. В Кослях плюс 26 градусов, без зонта не обойтись. Грозы. В Заталосте 23 выше нуля дожди. В Магнитогорске солнечная и осадки. Температура воздуха плюс 25 градусов. В Троицке 22 со знаком плюс, преимущественно без дождей. В Копийске до 27 градусов тепла. Кто был лучшим в спорте на этой неделе, расскажет Валерий Китченко. Далее новости спорта. В Челябинске проходит шахматный мемориал Игоря Курносова. Он проводится в рамках этапа всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России». Посвящен памяти яркого представителя Южноуральской шахматной школы, трагически погибшего в августе 2013 года. 30 мая ему исполнился бы 31 год. Любил играть, был азартен, атаковал, комбинировал. И всем бы хотел пожелать участникам, чтобы они в таком хорошем стиле играли здесь на турнире. В мемориале Курносова принимает участие 145 спортсменов, в том числе 23 международных гроссмейстера. Среди них неоднократные чемпионы всемирных шахматных олимпиад Сергей Рублевский, Сергей Масисян, Валентина Гунина. Благодаря инициативе новых руководителей федерации США, Челябинской области, мы пригласили звезд такого уровня сюда. Я первый раз вижу такой турнир, когда количество людей, которые носят звание гроссмейстера, больше, чем количество мастеров. То есть это говорит о том, что турнир получился достаточно элитный. Десятилетний победитель перенства России Валадар Мурзин в первом туре встретился с 27-летним гроссмейстером из Челябинска Павлом Панкратовым. Юное дарование уступило опыту. Кандидат, два года занимаюсь. А где ты занимаешься? В школе. В Нижнем Тагиле. Какие у тебя планы в этом турнире? Получать удовольствие от игры. Участникам этапа Рапид Гран-при России Мемориала Курносова, среди которых чемпион мира по блицу Александр Грищук, победитель недавнего чемпионата Европы по быстрым шахматам Эрнеста Инаркеев, знаменитый ветеран челябинских шахмат Евгений Свешников, предстоит сыграть 11 туров. Соревнования завершатся 28 мая. 29 мая на стадионе Центральный состоится традиционный открытый кубок Челябинска по Ушу, посвященный Дню защиты детей. В большом спортивном празднике под открытым небом выступят около тысячи спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В программе соревнования по традиционному и боевому Ушу. Красочная церемония открытия с массовыми синхронными показательными выступлениями назначена на 12 часов. И на этом у меня все. Смотрите Телефакты и делайте новости с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам также ВКонтакте и Одноклассниках и читайте нас на сайте telefakt.ru. Я же Маргарита Хижняк прощаюсь с вами. Всего доброго.